МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале РЕН-ТВ «Армавир» в студии Ирина Рухлядко. Руководители транспортных предприятий «Армавира» призвали более жестко контролировать работу водителей на маршрутах. Городоначальник провел совещание с пассажироперевозчиками. В центре внимания несколько проблем – техническое и санитарное состояние машин, аварийность и соблюдение дисциплины теми, кто находится за рулем. Все чаще водителям не только пренебрегают правилами безопасности, разговаривая во время движения по телефону, но и нормами культурного поведения. Прозвучала информация о том, что к концу апреля стоимость проезда может подорожать. Подробности далее. Задние про три. Вот эти вот задние, пыли все. Одни водители за рулем курят, другие разговаривают по телефону, третьи нарушают правила дорожного движения и хамят пассажирам. За последние два месяца от жителей поступило немало жалоб и в администрацию, и в транспортные предприятия. Много вопросов поступило. На прошлой неделе мы проводили очередной день общественности. Были подняты вопросы, я считаю, что неактуальные, связанные с техническим состоянием, санитарным состоянием того подвижного состава, который работает на линии. Поэтому я просил бы от руководителя организации, которые работают на общественном транспорте, там есть замечания по машинам, которые у нас работают на линиях, чтобы каждый из вас до конца этой недели предоставил график работ по восстановлению машин и приведению их в порядок. В прошлом году в рамках контроля за работой пассажироперевозчиков провели более 150 рейдовых мероприятий. Было выявлено 42 нарушения. Курение, разговор по телефону, громкая музыка, санитарное состояние. 31 обращение за прошедший год. Нарушение ПДД – 5 обращений. Нарушение отстоя автобуса в специально отведенных местах – 7 обращений. В марте месяце проводилось рейдовое мероприятие по соблюдению санитарного состояния непосредственно транспортное предприятие «Братство», где было выявлено, что 70% выпускаемого транспорта на маршрут не соответствуют санитарному состоянию. По линии ГИБДД водители маршруток отличились движением на красный свет, выездом на встречную полосу, работой на технически неисправном транспорте. И все это делают те, в чьих руках каждый день оказываются сотни жизней. Глава порекомендовал руководителям предприятия от услуг таких безответственных перевозчиков отказываться. За нарушение правил дорожного движения на территории города было наказано и оштрафовано 317 водителей, которые работают на перевозках общественного транспорта. Я даю поручение, чтобы каждый из вас провел у себя в организациях детальный разбор данной ситуации. Если есть злостные, рекомендую вам принять по ним меры, плод до увольнения, потому что за этим зависят жизни тех пассажиров, которые вы переводите. В рамках совещания поручения получили и перевозчики, и отдел транспорта. Для жителей заветного сельского округа разработают новый маршрут, пока он будет действовать в тестовом режиме. Отдельный акцент сделали на соблюдении водителями графиков движения в вечернее время, в том числе в районе крупных торговых центров. Появилась информация и о том, что в ближайшее время тарифы на проезд вырастут. До 20-го числа мы получим тариф. Если получится, то, конечно же, эта дата наступит раньше. То, что касается размера тарифов, пока у меня нет никакой информации. Будем выходить на департамент цены тарифов Краснодарского края, для того, чтобы уточнить, пока нам такую информацию не представляют. Мы знаем только, что пакет документов представлен в полном объеме, дело принято. Информация о том, какой тариф примет региональная энергетическая комиссия, которая отвечает за вопросы ценообразования на Кубани и в данной сфере, будет известна ближе к 20 апреля. Сейчас проезд в маршрутках стоит 13 рублей. Вероятное повышение возможно в пределе до 16 рублей. К другим темам. 1 апреля начинается весенний призыв. В армию отправятся около 7 тысяч кубанских парней, в том числе и 163 юноши из Армавира. На расширенном заседании призывной комиссии подвели итоги кампании 2013 и наметили планы на этот год. О статистике и новых правилах. Алена Безовчук. В 2013 году в армию из Армавира отправились 388 человек. Весенний призыв – 203, осенью еще 185 юношей. В основном все ребята попали в части, расположенные на территории Южного военного округа. На альтернативную службу в 2013 году было отправлено 3 человека. Также 2 человека у нас сейчас готовы на альтернативную службу. Я почему заостряю ваше внимание, что закон альтернативной службы действует. Ребята его знают и кто, и все равно идут служить. В прошлом году отстрочку от армии получили более 700 юношей. Это те, кто не может служить по семейным обстоятельствам из-за учебы или проблем со здоровьем. С 1 января 2014 года изменился список заболеваний, дающих право на освобождение от службы. Так, к примеру, ждут в армии эпилептиков, у которых 5 лет подряд не было приступов. Кроме того, могут призвать и новобранцев с некоторыми болезнями нервной системы. То же самое касается гипертоников, больных грыжей, астмой, плоскостопием. Задача на этот год отправить в армию 163 новобранца. В списке так называемых уклонистов 124 человека. Из них 90 находятся в длительном розыске. Отделы МВД России по городу Армавиру. Оптивизировать розыск призывников по персональным запросам отдела военного комиссариата по городу Армавиру. Всю документацию по розыску представлять в отделу военного комиссариата в установленные сроки. Обеспечить исполнение требований на граждан, подлежащих отправке на военную службу по призыву в установленные сроки, а в исключительных случаях незамедлительных. В завершении встречи всех, кто отличился в проведении осеннего призыва, наградили почетными грамотами администрации города и благодарностями главы. Алена Безовчук, Сергей Шульц, служба информации телеканала РЕН-ТВ, Армавир. МЧС сделала экстренное предупреждение о возможных заморозках в Краснодарском крае. По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь со 2 на 3 апреля, утром 3 апреля, а также в ночь с 3 на 4 апреля, в большинстве районов края ожидаются заморозки. Столбик термометра опустится до минус 3. В связи с этим возможны повреждения и гибель сельскохозяйственных культур, цветков и завязей плодовых растений, косточковых и семечковых, сходов картофеля и теплолюбивых растений. 14 апреля МНТК «Микрохирургия глаза» имени Федорова города Краснодара приглашает на бесплатный семинар на тему «Как жить с близорукостью». На ваши вопросы ответит заведующее отделение, член Европейского и Американского общества катарактальных и рефракционных хирургов, врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Клокова. Город Армавир, улица Мира, 10, железнодорожная поликлиника. Предварительная запись по телефону 8-918-336-45-16. Продолжаем выпуск. 1 апреля – Всемирный день смеха или, как его еще называют, день дурака. Своим появлением этот праздник юмора обязан жителям Европы, которые таким образом отмечали день весеннего равноденствия. Он всегда сопровождался шутками, шалостями и веселыми проделками. Удалось ли армавирцам разыграть своих близких и друзей? Подробности в нашей еженедельной рубрике «Народ хочет знать». 1 апреля – никому не верю. Эта присказка кочует с нами по жизни, начиная со школьных времен, когда мы впервые сталкиваемся с розыгрышами. Веселыми и не очень оригинальными и банальными. У вас спина белая, и мы по инерции оборачиваемся. Понимаем, что нас разыграли и улыбаемся вслед шутнику. День смеха армавирцы отмечают и считают, что хорошее настроение продлевает жизнь. Хороший праздник. Он без боли, он без пакости, он без вульгарности. Хороший праздник. К розыгрышу, но нормально отношусь, смеюсь обычно. Пусть это и надо мной, смешно все-таки. Это праздник. День смеха обязательно, кто-то кого-то должен разыграть. Вот хожу и придумываю шутку для мужа, пока на работе, чтобы и не расстроить, и удивить, и посмешить. На сегодня пока не придумала, а когда работала, так разыгрывали у сотрудников только так. Например, послали к начальнику, когда никто не вызывал. Что беременны в техникуме, поверили почти. Это кого вы так разыграли? Молодого человека своего? Нет, учителей. Очень многие с утра пораньше уже ломают голову и размышляют над тем, кого и главное, как разыграть. Утром звонит подруга и говорит, что я собираюсь уходить. Она мне говорит, открывая дверь, я пришла пить кофе. Я говорю, я уже одета, уходить. Она говорит, а ты забыла, что сегодня первая пили? Сказали, что у меня сумка расстегнутая, я ее где-то потеряла. Потом все-таки я ее нашла. Вот так разыграли, была в школе давно. Так вы действительно ее потеряли? Нет, не потеряла, спрятали потом. Ну, короче, сказали, это когда белая спина, знаете, всегда. Пиджак, говорят, у тебя белый, поэтому я попутал, думаю, что за белый. А на самом деле не белый, вот так вот, короче. Вот хотите, я их разыграю сейчас. Парень, у тебя что-то на спине. Многие с улыбкой рассказали о том, что уже успели попасть на удочку предприимчивых родственников или коллег. Самое главное в розыгрыше – это то, что он должен быть коротким, неожиданным, запоминающимся и добрым. Хотя… Моя сестра сказала, что любит меня, а потом сказала, что она пошутила, и она не очень обиделась. Аж заставили пешком три километра ходить. Это как? Это сказали, что в лесу надо оказать помощь отцу. И я пошел. Росыпь медалей. Армавирские борцы стали лучшими. В нашем городе завершился юношеский чемпионат Южного федерального округа по самбо. За награды первенства боролись более 300 спортсменов в возрасте 15-16 лет из шести регионов России. В активе кубанских самбистов по итогам поединков оказалось 34 награды. 14 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых. Больше всех медалей в копилку кубанской сборной положили борцы из Армавира. На втором месте – Анапчане, на третьем – Сочинцы. Соревнования в Армавире были отборочными на чемпионаты России среди юношей и девушек, которые пройдут осенью в городах Кстова, Нижегородской области и Клинца-Брянской. Продолжит выпуск новостей и прогноз погоды. С ним вас познакомит Алена Безовчук. Спасибо, Ирина. Здравствуйте. Пока настоящая весна к нам не спешит, по прогнозам синоптиков. 2 апреля будет хоть и плюсовая температура, но вот дождь пойдет со снегом. Днем до плюс 4, ночью минус 1, плюс 2. Атмосферное давление 742 мм ртутного столба. Ветер северный 2-3 м в секунду. По народному календарю – фатинья колодезница. В этот день было принято омываться водой из колодца. Считалось, что она лечит любые болезни. Если говорить о праздниках, то 2 апреля во всем мире распространяют информацию о проблеме аутизма. А также это дни детской книги и единения народов Белоруссии и России. Спонсор выпуска прогноза погоды – грильбар Перец, улица Энглиса, 96. Телефон 7-00-75. На этом у меня все. Ирина. Спасибо, Алена. Информация о погоде завершила выпуск новостей. Познакомиться с ними вы можете на сайте в интернете. www.ravita.info и на волнах 2-радио «Армавир». В студии была Ирина Рухлядко. Всего доброго и смотрите телеканал РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова